МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Борьба со стихией. Куда обращаться, если снег во дворе или на дороге? Жизнь без стресса. 22 ноября в России отмечают День психолога. Ремесленное подворье. В Пушкинке прошел теплый вечер. Далее расскажем обо всем подробно. Жители многоквартирных домов смогут сделать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Возможность сделать перерасчет станет доступна тем гражданам, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или командировку. Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются, исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитываются площадь жилых помещений. Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие – туристические путевки или авиабилеты. Услуга будет предоставляться жильцам, которые отсутствовали более пяти календарных дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года. Действие ипотечной программы под 7% на квартиры в новостройках в России завершится 31 декабря. Чтобы воспользоваться льготой, осталось совсем немного времени. Программа работает и в Сарове, и пока еще дает возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. Смысла в продлении льготной ипотеки нет, заявили в Минфине, и решили отменить ипотечную программу под 7% на квартиры в новостройках уже 31 декабря. Напомним, программу запустили в 2020 году как поддержку первичного рынка жилья в условиях ковидных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но власти ее неоднократно продлевали. В Сарове в рамках этой льготы пока еще есть возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. До конца декабря будет действовать специальное предложение от компании Саров Инвест на приобретение квартир и тонхаусов по льготной ставке. Данная ставка распространяется на весь срок кредитования. Ежемесячный платеж благодаря этой ставке будет от 21 тысячи рублей. Всего в России за время действия программы льготной ипотеки под 7% выдано более 700 тысяч кредитов на сумму свыше 2 триллионов рублей. Программа работает лишь до Нового года. Если ипотечные ставки на новостройки сравняются со ставками на вторичное жилье, то значительно вырастет ежемесячный платеж. Так что откладывать с покупкой жилья больше не стоит. Основными банками-партнерами у нас являются Банк ВТБ и Сбербанк. При сумме кредита до 6 миллионов рублей вам потребуется для оформления самого кредита только два документа. Можно сказать точно, что при росте ставок значительно будет и увеличиваться сумма ежемесячного платежа. Подробно по льготной ипотеке вас проконсультируют в офисе продаж компаний «Саровинвест». Торговый центр «Атом», пятый этаж, телефон 59917. Пропускной режим нижегородским школам рекомендовало ввести Министерство образования. В каждой организации в ближайшее время должно появиться положение о пропускном и внутриобъектовом режимах и назначен ответственный за его соблюдение. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Выплаты мобилизованным освобождены от страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Освобождение касается безвозмездных выплат и передачи имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции и членам их семей. Пассажиры верхних полок российских поездов с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижней полке для приема пищи. Соответствующий приказ подписал Минтранс. По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке для приема пищи, говорится в документе. Согласно новым правилам, на завтрак пассажиру отводится 30 минут в период с 7 до 10 часов, на обед не более часа с 12 до 15.00 и полчаса на ужин с 19 до 21.00. 30-34 года – возраст большинства рожениц в Нижегородской области. Больше 32% девушек рожают первенца после 30. Нижегородстат подготовил статистику ко дню матери. 28% рожениц в регионе от 25 до 29 лет. В 35-39 лет родили 18% женщин в Нижегородской области. 3% женщин стали мамами в возрасте старше 45 лет. Две Нижегородки стали мамами в возрасте старше 50. Оказалось, что многие откладывают рождение ребенка, чтобы получить образование и сделать карьеру. Об этом заявили 54% женщин. Продолжается голосование за лучший социальный проект 2022 года. Победители голосования, набравшие наибольшее количество голосов, в каждой из категорий получат грант 300 тысяч рублей. Проект «Приюта Мурдом» сейчас лидирует 38%. 1276 голосов. Но до конца голосования еще две недели, поэтому им важен каждый голос. Проголосовать можно на портале добрыйбизнес.рф в категории «Некоммерческие организации». Борьба со стихией. Сразу после снегопада на улице города вышли 24 единицы техники и 40 сотрудников. На 7 самосвалах в субботу из города вывезли 160 тонн снега. Как саровчане оценивают уборку дорог и улиц от снега, узнала наша съемочная группа. Зима традиционно застала нас неожиданно. Поэтому нерасчищенный снег на дорогах и тротуарах Сарова – снова актуальная тема. На своей странице ВКонтакте глава города Алексей Сафонов написал, что за прошедшую субботу коммунальщики вывезли 160 тонн снега. Для этого задействовали 24 единицы техники. А за выходные рабочие использовали более 200 тонн противогололедных материалов. Из-за большого количества снега техника выехала на дороги города в ночь с воскресенья на понедельник, чтобы к началу новой рабочей недели рассчитить тротуары и проезжие части. Дорожное эксплуатационное предприятие работает круглосуточно. Сначала рабочие расчищают дороги в первой очереди, по которым ходят маршрутные автобусы. Не везде. Вот на тропе здоровья, в общем-то, там плохо почищено. Раньше было лучше. Они раньше, да, асфальт очистили, а сейчас нет. Сверху. А сверху все уже утоптано. Скользко, особенно пожилым. Очищено. Ну, можно было, конечно, получше. На ценочку 3-4, я бы что-то. Где вот нечищено сейчас еще? Нечищено, но вот объездное, получается, вот как наезд поехать. А там вот нечищено. Там едешь, занос сильно идет. Первый снег выпал, на другой день все чисто было. А у нас во дворе вообще рано утром уже трактор проехал и все почистим. Так что... А есть такие места, где нечищено? Или везде? Вы знаете, вот пока хожу, я не замечал, чтобы колено лезли в сугробы. По крайней мере, во дворах я не могу ничего гарантировать. Но в нашем дворе чисто. Сейчас ДЭП-центр ЖКХ чистит дороги и тротуары второй и третьей очереди, грузит и вывозит снег. Также, по словам Алексея Сафонова, в городском бюджете изыскали средства, чтобы приобрести дорожно-эксплуатационному предприятию два автосамосвала и трактор с навесным оборудованием. Зиму мы возобновили эвакуацию, то есть согласно графика, согласно знаков, то есть все это будем эвакуировать, потому что очень здорово мешает уборке улиц. Просьба только к жителям города, чтобы убирали в свое время транспорт и старались не мешать уборке города процессу этому. При многоснежной зиме ДЭП планирует привлечь дополнительную технику у частных фирм. Но расчистить город быстро не позволяет также и нехватка рабочих рук. Кадровый голос существует, особенно, скажем так, и по водителям-механизаторам, и по дорожному участку, и по автослесарям, которые производят ремонт. То есть, как бы объявление даем, но пока, к сожалению, тяжело. В городе действуют горячие линии, по которым сравчане могут сообщать о территориях, где сложилась особенно сложная ситуация с нерасчищенным снегом. Уборкой дворов занимаются управляющие компании, а уборкой улиц – дорожное эксплуатационное предприятие. Позвонить и сообщить о проблеме на дорогах можно по телефону 993-40. Телефон центра ЖКХ 991-94. 22 ноября в России отмечают День психолога. Эта профессия важна в современной жизни, полной стрессов и переживаний. Психолог помогает людям справиться с горем, решить семейные проблемы, наладить отношения с детьми и развить свой потенциал. В психологию Наталья Зинатулина пришла волей случая. С детства наша героиня мечтала стать врачом, чтобы помогать людям. Медицинское образование она получила, но потом решила освоить профессию психолога и поняла, что это ее призвание. Попробовала Наталья своей силой в качестве специалиста в школе и в молодежном центре, но в итоге ушла в свободное плавание. Самое важное – любить людей. Просто с открытым сердцем подходить к каждому человеку. Потому что когда ты любишь людей, только через это ты можешь ему помочь. Поэтому я считаю, что самое важное – это любить людей. Вообще, независимо от пола, возраста, национальности, просто любить людей. К каждому человеку психолог ищет индивидуальный подход. Самое главное качество для представителей этой профессии – эмпатия, умение понять другого, считывать знаки. Человек приходит к психологу по разным причинам. У кого-то не складываются отношения с мужем или подросшими детьми. Кто-то ищет новые цели и смыслы жизни. Кому-то достаточно одной встречи, чтобы найти свою глубинную травму и проработать ее. А кто-то ходит и год, и два. Психолог совета не дает, на самом деле. Психолог работает с более глубинными травмами, психотравмами. Он приходит и говорит, допустим, у меня проблемы в семье. Я хочу наладить отношения с мужем. И мы начинаем раскручивать, смотреть, какие проблемы, почему, когда. Когда это сломалось. То есть в какой-то момент, ну, было же все хорошо, и в какой-то момент произошел надлом. В какой момент это произошло, что к этому привело. Начинаем анализировать семейную ситуацию, как было у родителей, ну и так далее. То есть раскручиваем. И приводим к тому, что налаживается отношение в семье. Направлений в психологии много. В нашем городе есть и гештальтерапевты, и специалисты, которые занимаются расстановками. И те, кто работает в когнитивно-поведенческой терапии. Наталья выбрала для себя гипнотерапию. Помимо частных консультаций, она занимается и социальной работой. Например, участвует в проекте «Счастливая» и помогает мамам особенных детей, чтобы они могли преодолеть жизненные трудности. Сейчас уже видно прям глобальные изменения у женщин, конечно, прям. Они просто ожили. Я просто очень люблю помогать людям. И без этого, ну, я как бы не вижу смысла своей жизни. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В минувшие выходные в Пушкинке прошел теплый вечер для жителей города. Это семейное мероприятие стало уже традиционным осенним подарком ребятам и взрослым. В этот раз оно было приурочено Году культурного наследия народов России и посвящалось русским народным промыслам. На целый вечер библиотека имени Пушкина превратилась в ремесленное подворье. В каждом его уголке занимались творчеством, одновременно слушая истории о народном искусстве и мастерах народных промыслов. Традиционный семейный теплый вечер Пушкинка в этом году приурочила Году культурного наследия народов России. Здесь, в этом празднике, как я заметила, собраны интереснейшие мастер-классы, новая информация, а также можно походить и повеселиться. У меня эта ярмарка оставила отличнейшее впечатление и всем советую приходить в Пушкинку, потому что это чудесное место и тут не соскучишься. Всякие веселые вещи. Можно сделать открытку, например, можно сделать птичку, можно сделать какие-нибудь рисунки. Ну, очень круто, прикольно и очень-очень здорово. Еще мы врезали там по-всякому. Было очень интересно и мне очень сильно понравилось. Больше всего мне понравилось, как мы делали из наших ладошек, таких как петушков, раскрашивали хохломские игрушки. Мне понравилось больше всего, когда нам рассказывали про дымковские игрушки. Там были свистульки, еще они из глины делали разные дымковские игрушки. В каждой локации Пушкинки юные гости могли почувствовать себя настоящими мастерами и создать свои неповторимые шедевры. Узоры на них наносили с помощью красок, фломастеров и даже пластилина. Ребята узнали о кжере и хохломской росписи, познакомились с павлопосадскими платками и научились их правильно завязывать. Праздник получился теплым и семейным. Родители на время тоже отпустили заботы и окунулись в творчество. Я пришел с двумя, старшему семь лет, это на первый класс, а маленькому три с половиной. Оба довольны, младший сидит в игровой комнате, играет, сделает грибочки. Младший, такие вот красивые пиечку вместе сделали. А старшего, старший вообще не вижу, он в одном месте поиграет, в другом поиграет. Вот, взял росписи. Очень замечательное мероприятие, нам это очень нравится. Открыли праздник театрализованным представлением. Русская народная музыка, песни под живой аккомпанемент балалайки, дружный хоровод, создали особую атмосферу в библиотеке. Как же это здорово, что возрождаются сегодня народные промыслы. Мы считаем, что это вообще настолько удивительная вещь, которая есть в нашей русской истории, о которой обязательно нужно рассказывать детям. И, наверное, внимание взрослых к этому тоже имеет смысл привлекать. На память о теплом вечере гости праздника могли сделать снимок в специальных народных фотозонах. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА